МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. И коротко о главных событиях этого выпуска. Панихида по погибшим в Кизляре. Почти с память жертвам теракта собрались люди со всей республики. Обвал стены в общем доме шести хозяйств. 26 человек в Махачкале остались без крыши над головой минувшей ночи. Операция «Нелегальный мигрант» выявила более 300 иностранцев с нарушением срока пребывания в Дагестане. Комнаты допинг-контроля и поле Анжи-арены. Журналисты ведущих СМИ сегодня увидели махачкалинский клуб Анжи изнутри. О том, как это было, сегодня в выпуске. Сегодня объявлен день траура в Кизляре. Там прошла панихида по погибшим в результате расстрела прихожан храма. Проститься в последний час пришли родные, близкие, представители духовенства и жители города. Те, кто даже лично не был знаком. Дорожане считают, что это их общая беда. Траурную процессию провел архиепископ Махачкалинский и Грозненский в Орлаампус. И окончание панихиды прошел траурный митинг. Затем жертв теракта Людмилу Щербакову, Веру Маргунову, Ирину Мелькомову, Надежду Терлиан и Веру Блинникову похоронили прямо во дворе храма. Пятеро женщин, одна из которых пыталась всячески остановить террориста, но в результате погибла. На лавочках, стенах и других местах, где следы от крови людей, теперь цветы, родственники еле сдерживают эмоции. Выразили соболезнования родственникам погибших и представителям духовенства республики. Мы здесь собрались сегодня разделить нашу общую боль, общую трагедию. Эта боль, утрата, коснулась не только жителей города Кизляра, но и жителей всего Дагестана и всего нашей страны. Ни одна религия не поддерживает подобного рода насилие и жестокости по отношению к людям. Более того, во всех религиях есть закон о том, что жизнь дана Богом и никто не вправе лечить ее от других. Минувшая ночь в одном из частных домов в Махачкале обрушилась стена. Жертв и пострадавших нет, но 26 человек остались без крыши над головой. Происшествие случилось по улице Даниилова. В общем дворе шести домохозяйств, построенных вплотную друг к другу. Упавшая стена являлась общей для трех из них. С 7 часов вечера началось. Упала у первых соседей, Света Магомед, потом тетя Лера и до 9 часов до нас добралась. Там стена полностью упала. Запечатали, не пускают туда. Жильцы дома на Даниилова рассказывают, как чудом уцелели после обвала стены. 26 человек, в том числе 9 детей, были вынуждены среди ночи покинуть свои дома и ночевать в гостинице. Причина обвала – нарушение технологических норм строительных работ по увеличению площади котлована. Мы предупреждали, мы ходили, неделю дожди идут, они начали вот это все раскапывать с этими ковшами. Ходили – не упадет, не упадет. Ну знают же, я не мастер, но даже я могла догадаться, что если рыть под стену, она упадет. К 2017 году столичная мэрия планировала снести эти частные дома, так как они признаны аварийными. Однако жители домов отказываются переселяться из центра города на окраину, а некоторые не хотят покидать дома и на время проведения восстановительных работ. А я не могу уйти, у меня полно вещей, которые я вот только что новой себе купила, мебель. Как я брошу, в прошлый раз у меня еще воровали, несмотря на что стена упала. На время восстановительных работ жители дома будут полностью обеспечены всем необходимым, заверяют представители МЧС республики. Сразу же к месту происшествия были направлены дежурные силы и средства Главного управления МЧС России по республике Дагестана, спасатели и оперативные группы. Все жители размещены у родственников и в гостинице Ленинград, обеспечены всем необходимым. Жертв, пострадавших, в результате обрушения нет. Операцию «Нелегальный мигрант» провели сотрудники МВД по Дагестану. Проверки подверглись строительные объекты, кафе, рестораны, где осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане, а также места массового проживания иностранных граждан. В ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено 363 иностранных гражданина, которые находились на территории республики с нарушением срока пребывания. Было вынесено решение о депортации данных лиц с территории республики. За нарушение трудовой деятельности и регистрации в отношении иностранных граждан составлено 1575 административных протоколов. Работа в данном направлении продолжается. Проводятся оперативные направления по выявлению иностранных граждан. Самого лучшего классного руководителя выберут в Махачкале. Муниципальный этап республиканского конкурса под названием «Самый классный классный» 2018 стартовал в 22-м лицее. Кто будет бороться за звание лучшего в нелегком деле, узнавала Ларьяна Шамхалаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С творческими программами и авторскими презентациями выступят 29 конкурсантов, среди которых есть преподаватели различных дисциплин в старших и младших классах, в их числе и самые молодые педагоги. Относительно своей профессии я недолго пришла доказать себе, своим детям, что я все-таки самый классный классный. Работаем мы с программой духовно-нравственного воспитания. При нашей гимназии находится центр эстетического воспитания «Радуга», где наши дети ходят на кружки ритмики, рисования, квилинга, студия танцев у нас в школе есть, сольфеджио, флейта. И все это им очень интересно, и мне это очень сильно помогает в воспитании детей. Участие в этом конкурсе уже победа над страхами и ленью, а также огромный вклад в свою педагогическую копилку, считают члены жюри, среди которых преподаватели уже заслужившие звание лучшего учителя или самого классного классного. Мне лично, что дало участие и победа в этом конкурсе, наверное, уверенности и какой-то вектор дальнейшей работы, в каком направлении должна работать, что я должна постянуть, что я могу дать таким же педагогам, как я. Спустя два дня призеров наградят дипломами и ценными подарками, а победитель муниципального этапа представит город на республиканском конкурсе. Лориана Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Дагестанский Кванториум признан одним из лучших детских технопарков в России. Рейтинг составлен федеральным оператором фонда новых форм развития и образования. В список также вошли технопарки 14 регионов страны. Детский технопарк был открыт в октябре минувшего года в Махачкале. Юные новаторы в игровой форме осваивают передовые технологии и получают практические навыки их применения. В Кванториуме обучается более 800 юных махачкалинцев. В 2018 году образовательное ведомство региона запланировало открытие шести филиалов Кванториума и в других крупных городах и районах Тагестана. Тот, чью память чтят уже более века – имам Шамиль. Именно его фигуре и наследию был посвящен круглый стол, состоявшийся в научной библиотеке до Госуниверситета. История жизни героя до сих пор будоражит умы потомков и служит темой для научных работ. В библиотеке побывал и наш корреспондент. Авторитетные историки, аспиранты и студенты. Цель круглого стола – пробуждение интереса молодежи к личности имамы Шамиля. Молодые люди часто спрашивают, какую книгу самую правдивую о Шамиле можно почитать. На это я всегда говорю, что надо читать все подряд. Все подряд. И уже прочитав массу литературы, как хороший, как мы говорим, и плохой, у человека уже вырисовывается этот образ, правдивый образ. Очень интересно посмотреть, как его воспринимают сегодня, а может быть подумать о том, как его будут воспринимать завтра. То есть в ближайшей перспективе, насколько этот человек занимает умы нашей молодежи. Вот основная цель этого мероприятия. Возможность высказаться была у каждого. За круглым столом равны все, вне зависимости от научных степеней. Делегаты вспоминали интересные случаи из жизни имамы, горячо обсуждали подробности, возражали и спорили друг с другом. Выводы я сделал для себя следующие, что в последнее время чувствуется рост интереса к этой личности, вообще к истории Кавказской войны. В первую очередь со стороны молодежи. Но минус следующее, что многие молодые люди не читают, хотя сейчас есть масса возможностей. Много оцифрованной литературы по Кавказской войне, по Шамилео выложено в интернете. То есть заходи, читай, скачивай, копируй. Я очень рада, что в данный момент и сегодня я являюсь участником, так как я услышал очень много мнений ученых, которые могут сделать вывод и задуматься на самом деле, как оно было, как оно есть и каково будет. Участники круглого стола затронули не только историю, но и кодекс чести горцев, который прославили в своих произведениях русские писатели и офицеры. Кодекс, который перевернул представление имперской интеллигенции о горцах, как о варварах. Оказалось, что суровым жителям Кавказа не чужд рыцарский романтизм. Шамиль – человек разносторонних дарования. Он же и в каком-то смысле и духовное лицо, определенное духовное лицо. Он имам, он светский и духовный глава государства, которое он создал. Он полководец, он воин. Это человек многогранных талантов. Молодое поколение о нем должно знать еще и даже больше, поскольку его вклад в движение, движение под его руководством и государство, которое он создал, называемое имаматом. И его говорит, что устройство самого имамата до сих пор поражает исследователей, до сих пор ввергает в пучину размышлений. Я думаю, мы сделаем из этого вывода. Период Кавказской войны тесно переплетен с личностью имама Шамиля. Это целый пласт в истории Дагестана. Завоевание Кавказа длилось целых 40 лет. Это была самая продолжительная война в истории России. Свободолюбивые горцы очень дорожили своей независимостью. Каждый год в феврале в республике традиционно вспоминают наследие имама Шамиля. Его не стало 4 февраля 1871 года. Прошло 147 лет со дня его смерти. Но благодарные потомки до сих пор чтят его память. Атькат Макомедова, Аймир Эдивалиев, телеканал ННТ, Махачкала. Где продается самое дешевое жилье в России? Какое место занял Дагестан в списке туристических регионов страны? Об этом в кратком обзоре события от Абдулла Алиева. В Дагестане с начала года объемы строительства увеличились почти на 4%. По данным Министерства Республики, общий объем выполненных строительных работ в январе составил около 2 миллиардов рублей. В строй введено порядка 80 тысяч квадратных метров жилья. В то же время индивидуальными застройщиками республики было введено 60 тысяч квадратных метров жилья. Всего в 2018 году в Дагестане планируется ввести в строй 2 миллиона квадратных метров жилья. Глава МИД Италии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анжелину Альфано и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Грэмингер осудили стрельбу около храма в Кизляре. Томас Грэмингер со своей стороны назвал стрельбу в Кизляре бессмысленным и отвратительным актом насилия. Председатель ОБСЕ выразил полную поддержку Российской Федерации и обещал укреплять сотрудничество в борьбе со всеми формами экстремизма и терроризма. Дагестан занял 37 место и 62 в рейтинге самых туристических регионов России 2017 года. Дагестан в прошлом году постили 600 тысяч туристов. Первое место в рейтинге досталось Краснодарскому краю с показателем почти 16 миллионов туристов в год. Самая дешевая жильевная устройка России продается в республиках Северного Кавказа. В основном это связано со спецификой данных субъектов. Большим спросом здесь пользуются частные домостроения, как в черте города, так и в пригороде. Цена квадратного метра в Дагестане составляет 31 тысячу рублей. Стратегия развития Анжи переменилась, заявило руководство футбольного клуба представителям ведущих СМИ региона. Журналистам на стадионе Анжи-арена сегодня провели экскурсию. Ознакомилась с работой клуба, стадиона и академии и наша съемочная бригада. Курбан Рагимов продолжит тему. Сразу по окончанию игры не дают им никуда отойти направо-налево. Приводят сюда сопровождение. Здесь у них берут анализы. Комнаты допинг-контроля, раздевалка футболистов и поле Анжи-арены. Журналистов сегодня пропустили туда, куда в игровые дни не может попасть никто. После каждой паузы в чемпионате приезжает комиссия. Они посмотрели, оценили качество, сказали, что достаточно хорошее качество, несмотря на то, что этот газон стелили в 2012 году. С начала прошлого года футбольный клуб Анжи сменил стратегию развития. Теперь в приоритете воспитание местных футболистов. Развитие детского футбола идет как на собственной базе, так и в филиалах по республике. В академии занимаются 13 команд разного возраста от 6 лет. Чтобы попасть в состав, надо пройти жесткий отбор. Отборы все абсолютно прозрачные. Для того, чтобы не было каких-то элементов, пришел друг, брат, сват и так далее, мы на них одеваем манишки с номерами. Все дети абсолютно обезличены. И тренеры академии берут ребенка только тогда, когда о нем говорят больше, чем 50% тренеров, что этого мальчика можно взять. И он только тогда попадает во второй этап отбора. Детички тренируются на натуральных полях. Условия в академии не уступают российским клубным грандам. Результаты не заставили себя долго ждать. Команда Анжи 2000 года рождения стала лучшей на престижном турнире. Множество наград, в числе которых Кубок чемпионов РФС, поблескивает и сняться на полке в музее академии. Несмотря на то, что футбольный клуб претерпевает не лучшие в свои времена, сейчас Анжи, большая команда, а вот академия, она все равно развивается. И поступательное движение мы чувствуем. И тренеры это чувствуют, и дети это чувствуют. И футбольное сообщество, болельщики должны почувствовать это. За круглым столом руководство главной команды вместе с директорами средств массовой информации обсудили план эффективного сотрудничества. Основная задача – совместными усилиями вернуть зрителей на трибуну Анжи-арены. Сезон РФПЛ возобновится 2 марта. Махачкалинцы примут Казанский рубин. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. К завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 56,52 рубля, евро 69,89 рубля. Еще больше информации вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru, а также на ютуб-канале ННТ-ТВ. На этом мы завершаем наш выпуск. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»